Итак, ребята, если вы хотите попасть в команду Корнева Уэйтинга, то вам нужно пройти обряд, посвящение, поклониться речному глобу, взять теки. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ирина Корнева, сейчас мы с вами находимся в городе Краснодар на свадьбе Сергея и Жанны, сегодня будет буйство красок, как вы уже поняли, наверное, по моему платью, и я думаю, что вам уже не терпится, как и мне, посмотреть, а мне показать, что же мы сделали из, казалось бы, неприметной деревянной веранды. Погнали! Сейчас те, кто живут в Краснодаре, такие, не понял, а где, а где, подожди, а где, где Краснодар, где Краснодар, где, нет Краснодара, это не совсем Краснодар, это недалеко от Краснодара, Поляна Убинская называется. В 2019 году к нам пришли Сережа и Жанна, Жанна родом из Краснодара, Сережа родом из Анапы, и, в общем-то, было бы неплохо сделать свадьбу поближе к родине. Значит, когда мы делали свадьбу в Сочи, мы заезжали сюда. Это самое страшное путешествие в моей жизни. Мы едем по лесу, в ночи, в темноте. В 2019 году для того, чтобы посмотреть то самое место, где у нас будет мероприятие, видели вот эту полянку, которая сейчас за мной. Нашли местечко с видом на горы, вот там горы, тут гора, но пока у нас есть сомнения, здесь вот с этой стороны тоже красивые горы, возможно, с другой стороны все-таки поставим арку, нам надо, чтобы максимально эти горы попали в кадр. Влюбились в эту полянку просто по уши. Потом случилась пандемия, и в итоге все-таки мы ее делаем. Вот прямо сейчас, в 2021 году, 11 сентября. За пару дней до мероприятия пришли на эту полянку, знаете, немножко разочарованы, потому что деревья стали настолько высокими, что этой горы просто не видно. И мы решили, что церемонию все-таки мы будем делать не на этой полянке, мы перенесем церемонию. Потому что ты приходишь на это место, и сразу понятно, что да, это не Москва, это не Петербург, это не Новосибирск. И мы это место нашли. Причем случилось совершенно, знаете, так негаданно-нежданно. Мы сидели, обедали, и к нам пришел видеограф, который сейчас меня снимает, и говорит, ребят, девчонки, слушайте, там классное место, пойдемте, сходим, посмотрим. Мы спускаемся вниз, видим горную реку, и понимаем, что нам нужно сделать все возможное, чтобы наша церемония состоялась там. У нас возникла гениальная мысль, что может быть нам сделать все-таки церемонию на горной речке, а не в том месте, где мы изначально планировали. Ой, слушайте, ну здесь вот прям смотрите, как красиво. Это не так просто было, да, сделать, чтобы церемония состоялась там, потому что есть много нюансов, таких как шлейф, платье невесты, куда посадить гостей, как перенести стулья, каким образом нам провести электричество, потому что, естественно, там возле реки никакого электричества нет. И вот все вот эти нюансы, они усложняли нам процесс создания вот этой идеальной картинки церемонии, но, знаете, вот как говорят, если ты чего-то очень хочешь, то ты ищешь возможности, а если ты чего-то не хочешь, то ты ищешь отговорки. Так вот в нашем случае мы все так сильно этого хотели, что мы искали любые возможности, чтобы это было именно там. Не, ну слушайте, конечно, виды здесь вообще просто нереально крутые, вот особенно туда, смотрите. Вот мы можем утро сделать вот здесь как раз-таки, вот здесь на камушках, Маш. Вот все, вот здесь вот это бронируем местечко, бронируем местечко. Здесь у нас будет утро. Забронировали. Нам самое главное сейчас решить вопрос с электричеством тогда, чтобы подвезти сюда, поставить здесь колонки, поставить здесь столик для диджика. Ну сравнивать площадку и эту площадку, здесь сравнивать нечего, конечно, это красиво очень. Нужно делать, безусловно, здесь. Итак, мы сейчас с вами стоим возле той самой калиточки, которая ведет нас практически в рай. Жанна! Пойдем посмотрим на Жанночку, на нашу невесту. А, они встретились. Это встреча, встреча. Я хотела показать церемонию, но по пути на церемонию я увидела, что у нас здесь встреча жениха и невесты происходит. Слушай, ты плачешь, я надеюсь? Ты плачешь, я надеюсь? Да, конечно. Ну так, посмотрю, поближе снимай. Ну давай, посмотри, посмотри. Ну-ка, намыливаем глаз, намыливаем. Не плачет. Мы сейчас отрепещем. Ой, какая ты красотка. Какой букет нежный, прям вот стиль свадьбы. Какие? Вот эти, которые, вот эти мохнатики? Говорят, что в Краснодаре это вообще у всех цветы детства. У вас нет? Нет. Надя, кубаночка у нас. Я ее называла Краснодарченко, она говорит, такого не бывает. Она говорит, я все детство на даче рвала вот эти вот цветочки. Она говорит, вы что, их покупали? Я говорю, очень дорого, кстати, покупали. Она говорит, я все детство рвала на даче у бабушки дать цветочки. Так что происходит в тот момент, пока никого еще нет, да? В зале покажу вам. Значит, вчера мы уже сделали достаточно большой объем работы. Так, ну что, мы начинаем монтаж. К нам уже пришли помощники на монтаж. Конечно, здесь очень темно. Все такое желтое. Приехали стульчики у нас с розовыми подушечками. И стульчики такие необычные, такие вот, видите, потертые, как будто бы к Еваре, но... А, вон, так лучше к Еваре, но они, видите, такие... Так, мы сейчас начинаем вешать люстры. У нас, получается, одна люстра будет сверху, вот здесь, и еще две люстры вот здесь. Получается, над президием, потому что президием мы решили все-таки сделать. Ребята не хотели, но мы все-таки сделаем президием. Но не хотели с целью сокращения бюджета, а мы хотим все-таки, если уж сделать, то делать круто. Ощущение, как будто такая тропическая веранда. Именно поэтому, кстати, у нас цвета такие, такой бустой красок, тропическая, потому что по ощущению, как будто мы где-то в тропиках находимся. В общем, я теперь еще немножко электрик. Смотри, как красиво, Лен, смотри, как красиво тут стульчики смотрятся. Очень. Не, на самом деле, самое крутое, то, что у нас есть время. Свадьба только завтра. Сегодня час утра за день до свадьбы, и мы уже можем работать. Это прям, когда есть время, это просто бомба. Фотограф приехал сфотографировать, но в перерывах поработал декоратором. А все, почему? Потому что Маша рассказала веселые истории всю ночь. Надо, вот, Юла, лучше поработать декоратором, а? Жизнь у люстры разделилась на до и после. Знаешь, Маша, не знаю, как эта люстра жила вообще без нас с Леной. Я вам предоставлю, что без стульплаты. Смотрите. Вот ты мне должна петь, без стульплатно мы с Леной тут работаем. А то же речь. Мы любим возить его в подарок, вы поняли? Бесплатно, в подарок. И мы решили сделать следующее. Пойдемте, покажу. Ребята в селегонологии хотели сесть вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Но мы такие посмотрели. Не очень хорошо, потому что здесь дверь рядом. Поэтому, смотрите, когда вы планируете рассадку, да? Нужно планировать так, чтобы максимально было красиво. То есть, по факту, можно было бы сюда посадить, но там, опять же, видите, забор сзади там что-то там стоит. Не особо. Смотрим, что самое красивое. Где самая большая перспектива? Вот здесь. Вот здесь мы решили посадить. Вот. Привезли, принесли сейчас стол. Уже вот тот стол. У нас будет для президиума. И ребята нам сейчас проведут электричество. Так как здесь достаточно темная такая веранда, мы подсветим за счет люстры. То есть, мы еще свет привезем дополнительный. Наша задача создать здесь шик в тропическом таком лесу. Потому что я помню, там какие-то тропические растения растут, какие-то, как будто бы пальмочки. И будет такое буйство красок в тропиках. Смотрите, какой объем. Это только часть цветов, которые будет здесь. Видите, какое буйство красок. Орхидеи тропические всякие разные. Представьте, какие розовые орхидеи. Просто цвет, конечно, вообще какой-то нереальный. Нет, на самом деле, ребята, я хочу вам сказать, что залог успешной работы это что, Наша? Каманда. Повернись и скажи еще раз. Видите, какой цветущий вид у организатора. Какой там начался декоратор. Что-то того, что организатор лазит и люстры делает, а декоратор только уходит и указание расстоит. Декоратный крепеж весь уже сделал, посмотри. Все уже вазит. Пока смеетесь, кто-то делает. Маша, мало листер. Ну, что ты мало листер привезла? А тут начинается. Во что я больше не влезла? Володя, как влезет. Почему ты так мало листер привезла? Пять лет. Пять лет. Пожалуйста, без плотных русов. Где еще без плотных русов? Понимаете, вот если вы просто заказали вам для его декор, она вам без плотных русов привезла. А вот когда вы через корни его декор... Вот она из вази второй день не боюсь человеку. Без плотных люстров вам, пожалуйста. Все остальное. Все бесплатно. Ох, вот знаете, вот посмотрите на вот эти пальцы. На эти трудовые мозоли, не побоюсь этого слова. Эти пальцы, просто вот эти все веточки, цветочки. Кстати, вот эту композицию делала я. Вот эту тоже композицию делала я. И вот те вот композиции тоже делала я. Надь, скажи, делала я. Так что я практически корни его декор, понимаете? Практически флорист. Мы вчера ночью уже все сделали, у нас осталась только церемония. Сейчас Маша занимается церемонией. У нас уже приехал светотехник, у нас приехал кейтеринг. Уже появились тарелочки. Надюнька сейчас разрезает бархатную ленточку для того, чтобы завязать салфетки. Потому что по идее вот эти салфетки должны выглядеть вот как-то вот так вот. Ну вот, ну просто так лучше. То есть есть несколько вариаций завязывания салфеток, про которые мы уже говорили. Смотрите, мы сейчас вам покажем, как интересно складывать салфетки. Если вы будете сами складывать салфетки, то вам будет информация «Три гражданица». Давайте складываем салфетки. У нас сегодня салфетки завтра, точнее, будут двух цветов, сшиты специально для этой свадьбы. Оранжевый цвет и розовый цвет. Я уже салфетки все отпарила, отглазила. Это очень важно на самом деле, чтобы салфетки были не мятые, чтобы они прям вот были идеально глажены. Вот смотрите, просто ни одного залома нет в салфетке. Так, сейчас вот Маша будет показывать, как мы будем складывать салфеточки. Давай. Что еще я забыла? Показать вам мой самый любимый метод сложения салфеток? Давай, покажи. Берете вот просто за серединку, за серединку вот так вот цепляете. Это самый простой метод, но он самый мой любимый. Вот так цепляете, и дальше вот так вот завязывается. И получается вот такая вот история. И это очень красиво будет выглядеть. Можно сделать еще вот так. Вот так, вот так. Сложили, и дальше вот так вот. И кладется вот так вот, и сюда тарелочка. Как вариант, можно попробовать так. Давайте посмотрим, примерим. Здесь будет лежать тарелочка, здесь приборы. Второй вариант, это вот так за серединку прям вот. Серединку руку ставите, за серединку. Вот так вот, оп, платочек такой получился. И дальше вот так вот завязывается, и получается вот такая вот красивая салфеточка. Ну что, давайте проголосуем, может быть. Какой вариант завязанной салфетки вам понравился больше, какой вариант нам оставить на этой свадьбе? Напишите, пожалуйста, в комментариях, первый вариант розовая салфетка, да, или второй вариант оранжевая салфетка. Выбирай. У нас приехали жених-невесты, сейчас вот покажем вам третий вариант, и я побегу. С квадратика делаем треугольничек. И еще раз вот туда. Так. А теперь вот эти уголочки. Вот так вот красивенько сюда. Ну что, давайте выбирать. Этот вариант, вот этот вариант или вот этот. Но здесь нужно обязательно завязать вот так вот, завязать. Какой выбираем? Выбираем. Первый, второй, третий. Какой выбираете больше? И мы выбрали вот этот вариант, когда платочек за центр, и вот так вот здесь вот завязывается. И кладется на тарелочку. И выглядит это очень эффектно, очень симпатично. Мы решили пойти этим путем, но так как у нас нет колец для салфеток, чаще всего вот такие салфетки используют кольца. Так как у нас нет колец для салфеток, мы решили взять бархатную ленту. Кстати, может быть еще тоньше ее разрезать? И так как у нас есть только одна бархатная лента, которую мы нашли у Маши в чемодане, она еще даже не знает, что мы забрали у нее бархатную ленту. Мы решили розовой бархатной лентой завязать все розовые салфетки, потому что салфетки шились специально для этого мероприятия. Они оранжевого цвета и розового цвета, специально сделаны под стилистику свадьбы. Специально купленное платье мое под стилистику свадьбы сегодня, понимаете? С утра пораньше. Называется, покой нам только снится. Мы рано утром в 7 утра встали, Надя осталась на площадке, занимается сейчас всеми вопросами, все находится в одном месте. Мы поехали поменять деньги, заехали еще и на рынок лишники для того, чтобы купить платье, потому что я приехала и не привезла платье красивое. Я просто, вот понимаете, вот с корабля на бал, реально 7 числа у нас было мероприятие с Алексеем Чумаковым. Я поспала один час буквально седьмого ночи, мы уже выехали в Краснодар, и я не взяла с собой красивое платье. Это будет совсем обидно, если у меня не будет никакого платья. Вот не зря говорят. Мешаной собаке сто верст, не крюк. Лучше проснуться в 7 утра и съездить в Краснодар, чтобы купить себе платье. Ну и неужели я буду в коричневом костюме? Неужели? И я купила себе платье! Иди быстрее на реку, там вообще просто мега все. Да? Огонь, пожар? Ну я просто не чувствую я в таком виде пока. Не знаю, Жанна, пустит тебя или нет? Возможно, она меня не пустит на реку, да? Она очень довольна вообще просто. Она не заходила сюда? Нет, не заходила. А когда свет приедет? Уже? Свет, нам надо максимум свет. Свет! Много света! Постараюсь, насколько возможно. Значит, оранжевые салфетки мы решили завязывать бечевкой, а розовые салфеточки мы решили завязывать бархатной лентой. Кстати, очень симпатично выглядит. Да, прям вот реально очень симпатично выглядит. Ну что ж, про декор мы с вами поговорим позже, а сейчас мы с вами сходим в то место, где, которое мы утвердили, вот прямо вот находясь уже здесь. Потому что изначально у нас было одно место церемонии, и потом мы поменяли все для того, чтобы действительно получить какой-то космический космос. Так, ну что, я бегу к реке. Сейчас у нас идет утро невесты у нашей красавицы. Красавицы. Я бегу для того, чтобы показать. Утро невесты! Где моя Жанночка? Где она? Где моя принцесса? Мы на горной реке. Представляете, мы сейчас находимся на горной реке. И у нас утро невесты на горной реке. Так, я не в образе пока, я переоденусь. Не смотрите на меня так. Лен, ну ты сделала, наделала красоты уже, я надеюсь. Да, мы такую вообще все красоту наделали. Господи, какой он волшебный. С ума можно сойти от этого букета, понимаете, тропически тайского какого-то. Тайско-тропического. А коробочка для колеца. А фрукты. Оставьте меня жить здесь, пожалуйста, на этой горной реке. Очень красиво, очень. Слушай, вообще шикарно сделали. Просто вот прям вот шикарно. Очень красиво. Просто вот то, что нужно. Ни много, ни мало. Вот прям идеально. Посмотрите, какой вид. Это все на горной реке у нас происходит. Маша начинает делать декор-церемонии. Очень красивый, конечно, вид. Очень красивый на горы. Успела накраситься она, понимаешь, какая? Да, Вован? Пока мы работали, не покладая рук, она красилась и голову мыла. Я не знаю, что в сервере тут зал появится. Я не знаю. Саша, смотри, с каким видом у нас сегодня утром невесты. Там так красиво сейчас было, сейчас солнце было. Это вообще там такое... Вот знаете, вот каждый раз, когда мы ездим по разным городам, я всегда подмечаю этот факт, и сегодня я тоже его подметила. В прошлый раз, когда мы разговаривали с Машей, мы с ней заметили, что работать... Ну, обратили внимание на то, что работать в других городах реально гораздо сложнее, нежели работать в собственном городе. Когда свадьба не в Москве, скажем прямо как есть, да, нужно, конечно, намного больше внимания уделить каждому процессу абсолютно. Каждый раз, когда мы приезжаем в разные города, мы сталкиваемся с одним и тем же вопросом. Не хочу называть это проблемой, с одним и тем же вопросом. И, кстати, с одними и тем же специалистами, которые занимаются одним и тем же. Когда я прошу выставить свет, как мне нужно, я уже даже знаю дословно, что мне человек скажет. И в каждом городе все световики говорят мне одно и то же. Говорят, можно мы будем делать это, как мы делаем на всех свадьбах? Вот я на всех свадьбах делаю вот так, и я буду делать это так же, как я делаю на всех свадьбах. И всем абсолютно световикам я всегда отвечаю одно и то же. Вот сегодня вы будете делать не как на всех свадьбах, вы будете делать, как скажу я. И сначала они на меня очень обижаются, световики во всех городах одно и то же. Они на меня обижаются, они психуют, они нервничают. А потом в конце вечера они подходят и говорят, Ирина, у нас такого проекта не было никогда. Это такой вопрос о том, что не надо делать, как на всех свадьбах, понимаете, дорогие декораторы. Не надо делать, как на всех свадьбах. Нужно делать, как вы не делали никогда. Потому что это и есть расширение горизонта, расширение мышления какого-то, открытие чего-то нового. Попробуйте что-то другое. Может быть, вы действительно выйдете на следующий уровень. Очень вам рекомендую. Давай расскажем, как это было все-таки. Давай расскажем, куда мы ходили. Мы сходили туда, мы сходили туда, в сторону, туда, где камни эти. Мы туда сходили, думали, может быть, там сделать. Потом сходили туда, думали, может быть, нам в той стороне сделать церемонию. Так, ладно, давайте уже не проплать, а проделать. Держи. Винник, надо листья брать. Значит, смотрите, когда мы в итоге определились, что у нас будет... Это тебе микрофон. А, хорошо. Ну, ты как в первую очередь снимаешь, ну, ты как двушница. Заберись. Ну, так ладно, значит... В общем, и значит, и сто было дальше. Тебе нельзя, нельзя, чтобы посмотреть. Знаешь, какой главный нюанс? То, что здесь около 70 метров от беседки. И здесь самая проблема, самая большая проблема в том, что здесь не ловят никакой связи, ни интернет, ни телефон. То есть, ты не можешь позвонить, сказать, Надя, привези с собой это, или там техникам. Техники, привези с собой это, то, то, то. В общем, это был целый квест, потому что нужно было оповестить техникам, чтобы они привезли. Слушай, что теперь шмель прилетел, настолько нереалистично. Техники нам привезли провода, кстати, нам сейчас надо же начинать тянуть эти провода потихонечку. И мы поняли, что вот это место самое то. Но здесь есть опять же нюанс, потому что вот это место, оно достаточно узенькое. То есть, здесь, ну, вот два метра, да. И мы решили немножко его визуально расширить. И мы вот натаскали вот этих камней, взяли оттуда, оттуда, везде камни. Натаскали эти камни, визуально расширили, положили зелень. И, в общем-то, получилась действительно такая поляночка для церемонии. Достаточно симпатичная. Вот я сейчас даже зайду туда, в эту поляночку для церемонии. Слушай, ну, красиво, конечно, да. Как смотрится, ребят? Напишите в комментариях, как смотрится. И напишите мне, где все-таки лучше, да. Здесь, на горной речке или там, в том месте, где мы планировали изначально. Ну что, совсем не то, да, что было два года назад. Нет вот этих двух гор. Знаете, что поменялось? Насмотренность. На самом деле, это реально так. Поменялась насмотренность. И ты, когда сделала уже сто пятьсот... В поле не делали еще поля. Как-то не делали. Не делали, но когда поля. Здравствуйте. Когда мы в поле делали. Я делала. У тебя просто там не было. Вы поняли, что вы команда. Я лучший в мире декоратор. Мария лучший в мире декоратор корневого декора. Ракурс вот сюда, да? Да. А не вот сюда. Да. То есть, перспектива. Гости, мы должны сидеть здесь. А здесь река. Да. Поэтому мы посадили сегодня их вот в одну, то есть не симметрично, а вот прям вдоль берега. Да. Может быть, по два стручка надо их уже нести. Это интересно. Текстура серого камня вот этого. То есть, вот видите... Серый камень, зелень, яркие акценты продолжающие. Огромный, большой камень такой. Да, это интересно. И заметьте, какая структура. Вот просто интересно, да? То есть, это какое-то вулканическое образование или что это? То есть, как-то необычная структура камня вот этого. Пойдем наверх, поговорим по декору немножко. Да. На самом деле, мы действительно сегодня сделали много чего просто из-за хорошего отношения, так скажем. Потому что действительно ребята очень хорошие, очень приятные. И у нас было много переносов. Нам реально хотелось сделать приятно ребятам. Они еще не были в зале, они еще его не видели. Вот как-то они заходили, Сережа, сегодня. Они всегда сюда вот так заходили, такие, возьмите, пожалуйста, вот... Возьмите, пожалуйста, вот... Возьмите, пожалуйста, Ирину. И Жанночка тоже не видела зал. Она говорит, я принципиально не хочу заходить, я хочу зайти тогда, когда будет все готово. Мне кажется, это тоже очень правильная позиция. Букет немножко, ну, мы же поменяли в последний момент палитру. Да. И букет был, ну, не прям там, не каждый цветочек согласован, он просто примерно обговорен. Вот. И то, что он будет яркий, малиновый, желтым, ну, я боялась, что ей не понравится, потому что ярковато. Потому что, наверное, я хотела поменьше цвета. Но ей очень понравилось. Ей очень понравилось. Она мне сказала, она смотрела вот на вот эти вот пушистики, вот эти вот, как они называются? Целлозия. Целлозия. Потому что она всегда ко мне прислушивается. Всегда. Так, мы на Краснодарском рынке. Смотрите, какие здесь классные цветы. Проблизительно так выглядит командная работа. Цветы выбираем всей командой. Всей командой. Маша, такие пушистики надо взять обязательно. Лен, как часто ты работаешь флористом? Побывает, подрабатываю. С логидком, и вот там еще, вот там тоже декор. И здесь цветочки подрезаем. Я просто думаю, может, нам с тобой открыть декор в мастерскую, а подсидеть Машу? Знаешь, кто такой идеальный декоратор? Кто? Когда декоратора нет, работа выполняется. Вчера ночью пришел родственник невесты. Сделал нам свет. Потому что здесь на самом деле очень-очень темная веранда. Здесь вообще очень не хватает света. Реально. То есть заходишь как будто в погреб. В погреб, знаете, какой-то, в пещеру. И он сделал нам вот этот цветовой прибор. Вот эти вот две лампочки он сделал. И там тоже, с другой стороны он тоже сделал. Вы знаете, когда мне говорят о том, что там же и так светло. Я каждый раз вспоминаю вот такие места, как вот это. Потому что здесь вот прямо действительно такая пещерка. И в такие вообще помещения, которые очень темные, нужно очень много света. Очень много света. У нас света не так много сегодня привезено, как хотелось бы, потому что есть определенное ограничение в бюджете Вот сейчас, вот как раз сейчас я хочу вам показать, что мы делали Три дня, три ночи практически не спали, мозоли терли, создавали цветочный сад Я вам сейчас покажу фотодом, как эта верандочка выглядела без света, без всего того, что вы сейчас видите И вы мне обязательно напишите в комментариях Реально вы узнаете то место, которое вы видите сейчас и то, что у нас получилось на выходе Вы знаете, вот я сейчас, смотря на наш цветущий райский сад, я испытываю такое невероятное чувство гордости Гордости за то, что мы нашей командой, вот действительно командой, потому что в создании этого проекта участвовали все Вот от малой до великой, у нас не было посторонних вообще никаких декораторов У нас была Маша, которая приехала с нами, Надя, которая приехала из Питера к нам У нас была Леночка, наш фотограф, которая тоже работала с нами И были еще ребята, которые помогали нам с технической частью Но реально мы работали как команда И вот благодаря тому, что мы работали как команда И работали не потому, что у нас почасовая плата Не потому, что еще что-то, а потому, что мы все хотели получить вот этот результат Ирина Ивановна, ну когда-нибудь у вас вот так вот преображали вашу верандочку? Вы знаете, вот так, вот именно вот так, нет Не раз? Просто попали в десятку Обалдеть, как приятно Когда хозяйка приходит и говорит, это, знаете, по-другому истории У нас эти цветы продаются дороже на самом деле И худшего качества Тут у нас была возможность их купить побольше и в идеальном просто состоянии У нас такая вертикальная сегодня флористика, да? Мы их еще не делаем То есть мы не только балки оплетаем Но и вот имитируем то, что все это растет снизу И действительно оплетает все-все деревянные конструкции Кстати говоря, конечно, таким акцентом интересным является наша люстра Люстра, это без нее действительно было бы посвященное наиск Но самое интересное, что она вообще не планировалась сначала Еще и с подсветкой И с капельками, и с подсветкой внутри То есть мы сделали так, то есть люстра находится на двух обручах И эти обручи мы внедрили таким образом, что реально есть ощущение, что как будто бы эта люстра здесь и была И гости, которые здесь отдыхали на протяжении всего этого времени Они приходили и говорили, ой, как здорово, на веранду повесили Так стало красиво Наконец-то повесили Так стало красиво Я очень давно мечтала о свадьбе, чтобы были такие ярко-желтые оттенки, оранжевые оттенки Мне очень нравятся эти маки оранжевого цвета Это все-таки использование ярких красок, это немножко риск, да? Чтобы не было аляписто Да Но поскольку у нас много зелени, да? И так, как здесь все-таки деревянная вот эта веранда, она в целом общем... Немножко гасит эту яркость И становится интересным Здесь у нас уже появилась большая, очень большая конструкция из цветов И на 90% эта конструкция состоит из живых цветов Стоит запах цветов, запах живой зелени И это настолько прям вот приятно И я думаю, что наши ребята обязательно это оценят Знаете, вот три люстры тоже появились здесь и продолжили вот эту тему цветущего райского сада Плетение наше пошло дальше на люстры, да? То есть оно шло-шло А здесь, смотрите, здесь и розочка, и ягодки, и пиончики большие, красные У нас на столах, у нас на столе сегодня нет отдельной композиции Никакой, так как жених не хотел, чтобы были свечи на столах Но при этом мы сохраняем вот эту историю некого такого шика То есть у нас необычная сервировка у молодоженов Тоже, кстати, ребятам Маша привезла в подарок Необычная сервировка, салфеточки такие же Маша привезла две тарелочки Вот одна тарелочка вот такая И нижняя тарелочка, постановочная тарелочка Прозрачная, очень красивая, большая, большого диаметра И Маше привезла им вот такие вот кубки Для королей наших, даже королей-тропиков Чтобы они сегодня наслаждались напитками Очень хорошо, да, очень хорошо писали, да, очень здорово Ребят, ну а теперь, мне вот действительно нужен комментарий от вас Мне очень нужно, чтобы вы написали свое мнение О нашей задумке под этим видео Напишите, что вы думаете, как вы относитесь к этой идее Нравится ли вам такая реализация Поставьте пальчик, потому что для вас это совершенно ничего не стоит Для нас это действительно подтверждение того, что наша работа сделана хорошо Что вам нравится, то, что мы делаем И что вам интересно следить за тем, что мы создаем в разных городах России И напоминаю, что сегодня, сейчас мы находимся в Краснодарском крае Недалеко от города Краснодара Мы с Машей, честно говоря, очень давно хотели сделать вот такие какие-то буйства красок Вот такую вот прям какую-то тропическую вот эту историю Чтобы было и розовое, и оранжевое, и желтое И вот все цвета, и чтобы это было прям вот ярко Потому что очень много у нас беленьких свадеб, да, таких вот светленьких свадеб Пудровых свадеб, а вот таких вот ярких мы прям ждали И когда мы два года назад начали готовиться Мы тоже хотели сначала нежненькую, беленькую, пудровую Да, мы когда два года назад начали готовиться к этому мероприятию У нас была совершенно иная концепция Вообще, вот в корень другая концепция И, значит, когда уже стало подходить время подготовки уже к новой дате свадьбы Мы хотели сделать гораздо интереснее, пышнее Так, Маша, тебе это не надо было говорить Это, Володь, это вырежи Поэтому весь декор Мы приехали на площадку и поменяли все схемы рассадки Поменяли все зонирование, поменяли церемонию А потому что, а все почему? Потому что реально ты видишь Ну ты же видишь Просто, знаете, вот девчонки, девчонки-невесты, которые готовятся с организаторами Которые приходят к нам, да, в агентство Которые приходят к другим организаторам Я вам очень рекомендую Вы же, если вы приходите к организатору Вы же приходите зачем? Вы приходите за опытом, да Потому что организатор сделал реально очень много проектов Там 600 с лишним проектов мы сделали за все время работы Это очень много, действительно, очень Это колоссальный объем проектов И вы же понимаете, что я могу посмотреть и уже сразу сказать Нет, это плохо, это хорошо, это подойдет Это подойдет, как и Маша Она может посмотреть и сказать Нет, ну, ребят, ну это ерунда Так не подойдет А если Маша говорит, нет, я хочу бело-розовую свадьбу Дело даже не в цветах, на самом деле Я хочу бело-розовую свадьбу, я о ней мечтала Нет, дело не в цветах, дело в исполнении Потому что цвета это дело такое, десятое Вопрос, как ты это сделаешь, да Как ты это преподнесешь, как ты исполнишь это Так вот, я очень рекомендую, девчонки Прислушивайтесь к организатору Если вы приходите за опытом, так вы получаете этот опыт в полном объеме Потому что, знаете, бывает такое частенько И мои коллеги делятся со мной мыслями о том, что Вот ко мне пришла невеста И вместо того, чтобы сделать ей реально крутую свадьбу Она мне говорит, я хочу так, делай вот так Делай вот это, делай вот то Вот тут мне заморозочка, вот тут мне пломба Вот тут мне подкрутите Да, вы же просто открываете рот и получаете ловушку, как говорится Вот тут вам нужно то же самое Нужно прийти и просто довериться профессионалу Человек знает, как это делать Он делал это в тысячу раз И от того, что вы скажете Ой, ты знаешь, вот мне кажется, что лучше будет вот так Вам может это просто показаться Потому что вы, может быть, где-то увидели это Но вы не знаете нюансов Да, потому что, вы готовились к свадьбе в свой год А мы там 10 лет в этой теме 11 уже? 11, извините И тогда ваши проекты будут такие, как у нас леса и реки И тогда ваши проекты будут такие, как сегодняшний проект И тогда ваша река, река, река тоже И тогда ваши церемонии будут на горных речках Да, они где-то в поле на стадионе И тогда ваши проекты будут такие, как у нас проект на Байкале Когда ребята 100% нам доверяли и прислушивались И я на самом деле очень хочу поблагодарить Жанну и Сережу за то, что они прислушиваются к нам Ребята, сейчас у нас Жанночка впервые, впервые увидит свой зал Ребят, сделайте тише музыку, пожалуйста Жанночка сейчас впервые увидит свой зал Все готовы? Жанночка, заходи, заходи, стой, стой, стой Заходи А вот теперь Как классно Заходи и смотри Вот теперь заходи и смотри Я вообще так не представляла Как ты представляла? Я не знаю Но явно не так Я думала просто будет белый И просто теряется до речи Да, честно Это все для тебя Это все, вот это все, это только для тебя и для него Только для вас Ты плачешь? Это для вас Ты плачешь, не плачешь Конечно, невеста расчувствовалась И для нас это было особенно ценно, приятно И мы тоже, в свою очередь, очень расчувствовались Мы ожидали, что невесте понравится то, что мы сделали для нее и для Сергея Но не ожидали, что эмоции будут настолько сильными и что она даже прослезится Знаете, какая самая лучшая награда для организатора, для декоратора Я плачу, я плачу вместе с ними Самая лучшая награда, когда невеста заходит в зал и от счастья, от переизбытка эмоций начинает плакать, как плачу сейчас Ты тоже плачешь Ты одна, расстрелялся человеку Ну, ты знаешь, можно я рядышком постигнусь? Да, да, я просто не могу больше стрелять Какое красивое платье, а? Как хорошо, что я сегодня съездила в Краснодар с утра Господи, это было такое правильное решение А все благодаря моему мужу Да Потому что он мне сначала сказал, что не поедем, мы потеряем очень много времени Я знала, что ты так скажешь Я знала, что ты настоишь А потом взял и повез меня Да Это любовь В общем, на самом деле, продолжая тему реакции Самая большая награда для нас, это когда... Смотри, смотри, какая она красивая Боже Невозможная Боже Она светится от счастья Она светится от счастья Самая большая награда, когда... Знаешь, какие слова она сказала? Она сказала Этого стоило ждать три года Человек три года Три года, ребят Три года ждал свою свадьбу Чтобы Вот наслаждаться сейчас этим Я говорю, у меня мурашки по коже Действительно, если хочется получить свадьбу мечты Нужно просто брать и делать Согласись? Точно Не отменять, как многие отменили и все Расписались и все, и забыли об этом Расписались, улетели куда-то, отдохнули и забыли об этом А они довели это дело до конца Респект И она того стоит И уважуха И уважуха Тебе тоже Спасибо Старш, ну что сегодня у нас будет на церемонии Расскажи Церемония Церемония Просто, знаешь, вот Я обычно от мужчин-церемониейстеров Особо там ничего не жду Ну, потому что они как-то вот Ну, какие они? Что? Ты хочешь сказать, что я не смогу Рассказать историю ребят настолько глубоко Что когда-нибудь целых девять лет назад Встретились Ты больше нас рассказывал о тебе? Я буду рассказать о тебе полностью Она уже у меня на самом деле почти вся сформирована в голове А ты не будешь читать с папочки? А ты что, ты не читаешь с папочки? Нет Какой идеальный церемоний мейстер У меня Недорого У меня и под мини Негодяй Нет, на самом деле это шутка Нет, нет, я не буду ничего читать А ты видел где на церемонии? Да А я провода провел? Да Ну, не по дорожке, я надеюсь, по лесу Нет Смотри, какой молодец, Саш, молодец Плюс один к армию Итак, ребят, если организатор в красивом плоте Это не значит, что организатор ничего не проверяет Я хочу посмотреть, как положили провод Не мешает ли он Но он мешает на самом деле Он мешает Пойдем посмотрим вообще, где он находится у нас Надо куда-то в кусты больше Смотри, он мешает Просто здесь, видишь, его видно Нам нужно сделать так, чтобы его не было видно Аппаратура должна стоять слева Кто сказал тебе справа поставить аппаратуру? Мы посмотрели на церемонию и подумали Блин, вот, понимаешь, надо советоваться Когда ты работаешь с организатором, нужно советоваться Стули Блин, поставили стулья неправильно Кто стулья так поставит? Это прям супер важно Поэтому провод надо было бросить через куда-то Я же в этом 10 раз спросила Так ты подошел бы спросил у меня Я же не просто так здесь хожу, красуюсь Короче, надо переделать Мне очень жаль Итак, ребят, мы сейчас с вами спустились к кусте реки И решили немножко изменить положение дел Сейчас мы вот этот удлинитель перебросим на эту сторону Как изначально планировали И у нас будет организатор сидеть там А здесь, как мы и хотели, будут стоять стульчики У нас молодожены пойдут вот оттуда Тогда они будут проходить вот там Они будут проходить по такой чаще леса И там арочка такая, знаете, свод из деревьев И выглядит, конечно, это тоже очень прикольно на самом деле Пойдемте пройдемся, посмотрим с вами Когда ты оттуда идешь И ты видишь, что открывается вот эта вот поляночка Открывается вот этот вот вид на реку Конечно, это прям суперинтересно Вот, смотрите, посмотрите Поворачиваетесь, да И здесь такой свод, такая арочка И оп, и они идут И здесь вот этих стульчиков не будет Стульчики будут стоять там И вот они проходят, выходят сюда И видят, что открывается поляночка Вот эта вот какая-то, да, интересная В продолжении нашей темы И дальше видят вот это вот устье реки Мне кажется, что вот ради этого, ради этого И стоит сюда приехать, да Для того, чтобы получить вот такую вот картинку Ну вот, все, вообще все открыто Вид, конфетка, баранка, сушка Блин, сейчас у нас намокнут подушки Это будет очень плохо О, сильный дождь начинается Так, нам надо сейчас Блин, а здесь не ловит Яндекс Обычно, когда начинается дождь Мы таки открываем Яндекс Ага, 15 минут И все А дождь, да А дождь начинает сильно идти Давайте подушки соберем Давайте соберем А то люди не смогут сидеть потом Конечно, дождь нас сильно подвел Но что делать? Приходится работать в тех условиях Которые есть И подстраиваться под ситуацию Поэтому мы быстренько убрали сидушки И собрали стульчики, чтобы они не намокли Друзья мои, я из нимфы, феи и так далее превратилась в обычного организатора, который спасает ситуацию Сейчас у нас должна была быть церемония Там у реки Но, как вы видите, я иду под черным дождем И дождь лет такой, что мама не горюй Поэтому мы решили, что все-таки мы сейчас будем начинать банкет А церемонию мы сделаем как вечернюю церемонию Потому что, ну, по факту это единственный выход из ситуации Мы посмотрели Эээ, пустите кто-нибудь А, ура Мы посмотрели Через сколько закончится дождь? А дождь закончится только через 2 часа Так, мы не сделали, кстати Мы не сделали видео со светом и без света Как жаль Сейчас суета, колгота Сейчас будем всех рассаживать А на церемонию мы пойдем Через пару часов, когда будет закат К сожалению, у нас нет выбора Иначе Так как дождь не заканчивался Мы вынуждены были начать программу В которой были и развлечения с гостями И поздравления И танец с папой Но программу я практически не снимала Потому что все это время я думала о том Что же нам сделать с выездной регистрацией Мы проделали уже очень большой объем работы И было бы обидно отказаться и не провести ее Банкет продолжается У нас уже идет банкет 3 часа И дождь только-только закончился Посмотрите, через 3 часа Мы решили пойти Так, ребята, если... Чтобы не было дождя Если вы хотите попасть в команду Корни-вэйтинг Думала, что пройти обряд Посвящение Поклониться речному богу Взять свечи Палочки еще надо Я очень хотел 4 сразу Взять свечи И пойти к реке Как сектанты Молиться Молиться Богу Богу Бину Чтобы не было Дождя Они на одной свадьбе Урины Прекрасно выглядишь Сиреневым влащем Вы же Такие сектанты Это очень смешно Господи, шею будет срочно И не сверните шею И здесь могут быть змеи Аккуратнее Ну что, друзья мои В ночи мы пошли Молиться Богу Убину Чтобы дождь Чтобы дождь закончился Все, у меня потухли свечи, кстати Чтобы дождь закончился И мы смогли сделать Хотя бы начтую церемонию В конце концов Они там стоят Смотрите, уже стоят Стоят Ну что, вы начали уже молиться? Дорогой Бог Убин Хоть берите корню Взяла на свою команду Хоть бы все получилось Есть один нюанс Отсюда может пополся змея Прекрасно Спасибо, что предупредила Нет, Маша Нам надо туда ставить Надо ставить Маша, иди Касабланка, я включила свет Иди Виталик, ты самый у нас смелый Иди, бери Бери свечи Нет, Виталик с нами смелый Реально у нас Виталик с нами уже два дня Понимаете? Два дня с нами Проживает эту жизнь Сумачечью Смотрите, пришла вода Здесь должна быть Была стоять наша невеста А, прям река-то наполнилась Смотрите-ка А река реально наполнилась Ну, конечно, вида уже нет такого Так, а где же будет стоять наша невеста? Каждый божий раз Где-то вот здесь, значит, она будет стоять Вначале А как вы хотели? А как вы хотели быть посвященными? Думали, все так просто вам? Нет Возьмите, пожалуйста, кто-нибудь здоровый Вот эту вот штуку Нет, слушайте, как красиво Смотрите, как красиво Смотрите Нет, ребят, мы должны это сделать Мы должны это сделать Мы приехали в Краснодар, чтобы остаться без церемонии? Так не может быть А, смотрите, а вот здесь, кстати, воды нет Вот на этом камушке Можно вот сюда их поставить Обалдеть, как вода поднялась Я в шоке Слушайте, ну вы выставили свечи Реально как-то Место жертвы приношения Кого-то здесь сейчас будут кого-то убивать Вот тут Давайте как-то конкурировать Первое Скажите мне ракурс Откуда я буду сейчас дебят Откуда будут снимать фотографии Ну теперь уже разница Надо подсвечивать прикольно А, ну слушай, ну подсвечивать будем То есть получается Так, стулья же мы унесли Унесли стулья мы На них сидят люди Получается, вот все равно отсюда Вот туда Смотрят, типа, туда Чертый, пятый стол стоят сегодня Маш, не ходи Не жертвуй Не жертвуй своими туфельками Золушка наша Не жертвуй Без нас плохо, скажи Вот все, кто с нами работает Потом скучает Потом скучает Поэтому им приходится в сектантскую секцию Ступать На Спитер дальше А потом Волгодонск А потом Волгодонск Но надо тебе, Надюня Приехать к Волгодонск раньше Чтобы провести с нами больше времени Так что, реально тату ставим, Маша Или ты будешь как-то хорошо Ну это выглядит как жертвоприношение Не, ну надо разрядить Нет, надо скучковать как-то Надо сделать концентрацию Просто это реально ощущение, что здесь сейчас будет кого-то резать Маша, а мы все забрали свечи? Я говорю, мне цвет Свет будет Пока мы там ходили Делали жертвоприношение И искали место для церемонии Где все-таки мы сделаем Начну церемонию Подошло время Первый танцы для молодоженов И я всегда показываю первый танец Потому что мне кажется Что это один из самых Таких важных Трогательных Приятных моментов В которых Ребята очень готовятся И это мероприятие, конечно же, не исключение Я также покажу Первый танец В этом танец так ребята начнется на минуточки остаются до вынеса свадебного тортика мы решили столика торта тоже на продолжить тему в общем-то цветущего сада с не просто какой он есть до тортик таким его столик какой есть таким его оставить а решили реально продолжить эту тему сделать его реально цветущим садом сюда встанет еще наш тортик вот этот смотрите он состоит у нас в холодильном отделении хранится в холодильнике и представьте этот потрясающий тортик он пойдет вот в наш цветущий сад в круг вот этот из цветов и будет конечно прям мы прям очень сейчас торопимся потому что времени мало остается уже прям сейчас уже скоро 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 будет вы нас тортиков короче говоря у нас такая тема мы после церемонии после тортика хотим пойти вниз все таки так как у ребят еще не было до сих пор церемонии выносим торт ставим его гости сидят молодоженов нет фоткаем с ним его снимаем и потом только год молодожены выходят к торту вот такое вот такая схема скажешь я скажу вот сюда пока пусть нас постоит то что он конденсатом покрывается этот кубик но что кубик оттаял немножко лент скажи ведущему чтобы пока торт не объявлял у нас сейчас нам надо конденсат убрать лопатка нужная торта ребят давайте готовимся и готовим тарелочки сейчас оттает немножко готовим тарелочки так ребят мы сделали столик в итоге да он был просто обычный столько мы решили что ну раз у нас райский сад такой цветущий мы решили сделать его действительно райским садом от маша и последний акцент добавила ну раз уж делаю то делать хорошо сами же понимаете кстати здесь все цветы живые вообще ни одного искусного цветка нет вопрос а нет появился один один появился искусный цветок все остальное живое маша 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 вот что значит творческий талантливый декора как вы поняли мы меняли концепцию мероприятия несколько раз и по последним данным и поменяли еще и внешний вид тортика мы решили сделать его необычным так как у нас небольшое количество гостей но при всем при этом нам хотелось чтобы торт был высокий но нам не хотелось что были какие-то фальш ярусы мы пошли вот таким путем мы сделали прозрачные кубы которых внутри лежат живые цветы сейчас плоховато видно потому что здесь образовался конденсация что я тортик стоял в холодильнике но если протереть то будет видно что он действительно прозрачный этот кубик и там внутри лежат живые розочки если бы эти кубиков не было он был достаточно маленький ну буквально вот такой вот тортик но благодаря тому что у нас вот эти есть два кубика тортик получился высокий будет вообще конечно смотреться просто бомбически еще добавили свечи и будет очень круто смотреться очень очень круто выносим тортик мы как обычно любим делать так что сначала у нас появляется тортик а потом появляются молодожены перед тортиком они наоборот уже красиво да у нас только появилась появился столика уже круто и красиво так нам нужно пиши музыку так ребят давайте сейчас объявлять ведущий торт и понесли сейчас произойдет тот самый красивый момент они подглядывают подготовиться к тому что вы должны аплодисменты вы стоите это событие свадебный торт прошу ну а теперь когда торт появился конечно же должны рядом с тортиком появится и главные герои наш сегодняшнего вечера поэтому встретите и громкими овациями серёжу жанру дождь окончательно закончился и мы решили что все таки проведем выездную регистрацию как только молодожены разрезали свадебный торт мы пригласили всех гостей в зону церемонии в это время официанты разрезали свадебный торт и раскладывали его по тарелочкам гостям гости когда вернулись из зоны выездной регистрации их уже ожидали кусочки свадебного торта им оставалось просто заказать чай и кофе друзья мои пока у нас разрезается тортик надя в этот момент оплела уже всю убивку реально надюня надюня моя принцесса ты создала просто нереальную красоту смотрите она сделала вот здесь вот проход как круто слушайте это так красиво нереально это очень красиво это очень-очень красиво это очень красиво ребята такие молодцы вы умнички просто молодцы поворот задействовала ребята папу да вы же готовите да ребят а посмотрите как там боже мы сделаем боже какая красота все поставили свет и сейчас здесь будет вечерняя церемония я плачу сейчас понимаете мы все-таки это сделаем потому что я уже потеряла надежду думала что мы не сможем сделать вечернюю церемонию а мы ее сделаем мы ее сделаем да сейчас конечно не видно гор да сейчас конечно не видно гор ни с одной ни с другой стороны но да спасибо вам огромное вот ребята вообще они не имеют никакого отношения в принципе к декору но тем не менее ребята вообще готовили сегодня нам еду вкусняшки мы ели их плов но ребята пошли и начали для нас создавать церемонию ну это очень круто надюнь я и говорю что это dream team понимать тот случай когда вот каждый каждый за дело понимаешь каждый за результат понимаете пока мы там торт резали надя взяла лампочки на горит так то что у нас есть лампочки давайте сделаем и человек оплел 100 метров понимаете это вот как бы вы должны просто осознать масштаб человек 100 метров кустов вплоть до лестницы оплел чтобы был виден проход на церемонии потому что когда мы сюда шли первый раз не было вообще видно ничего шиньки совершенно ничего ну и конечно я хочу сказать большое спасибо нашему светорежиссеру за то что он помог нам подсветить зону выездной регистрации снял приборы с веранды отнес их в зону церемонии и сделал все возможное чтобы на нашей церемонии было светло ну не может быть такого что у нас не осуществится мечта жанночки и не будет церемонии понимаете но не может быть такого не может быть мы же за дело мы же за то чтобы каждая девушка реально получила свадьбу своей мечты чтобы каждая девушка сказала да это именно та свадьба которой я мечтала всю свою жизнь понимаешь юля да да таких вот да да все ты появитесь теперь в блоге в миллионнике в миллионнике слушай а наши действия какие вы уйдете туда вы просто резко вы режете раскладывайте потолочки конечно мы немного расстроились из того что не удалось реализовать нашу задумку и сделать церемонию запланированное время днем все выглядело иначе была видна река ради которой в общем-то мы спустились вниз были видны горы но что я хочу сказать девчонки на свадьбе всякое может случиться любые форс-мажоры и поэтому тут важно как ты относишься к этому ребята большие молодцы и не стали расстраиваться из-за погоды и из-за сложившейся ситуации а просто получали удовольствие от своего свадебного дня девчонки если вас что-то случается не стоит расстраиваться нужно просто искать выходы так как в моменты когда ты паникуешь ты не можешь найти решение когда свадьба пройдет скорее всего для вас сложившаяся ситуация будет казаться пустяком постарайтесь день своей свадьбы прожить в радости и хорошем настроении несмотря на то что дождь шел до самой ночи мы старались сделать действительно красивую церемонию которая вообще не планировалась как вечерняя церемония и сделали все возможное чтобы даже ночью церемония выглядела красиво и погружала гостей в атмосферу я не стала показывать вам всю церемонию я лишь хочу обратить ваше внимание на слова жениха я помню как произошло произошел тот момент когда я решил сделать предложение где-то в ноябре в начале ноября жанна улетела в краснодар и где-то на две недели и примерно через три наверное я понял что мне очень тяжело без нее буквально в тот же день я пошел и купил кольцо предложение я делал через четыре месяца конечно и все четыре месяца я скрывал от нее это кольцо вот честно я думал то что данный момент будет самым сложным в моей жизни но когда ты сейчас шла с папой нет ничего проще я тебя люблю я уверена что у каждого пробежали мурашки по телу вот кто бы мог купить кольцо и четыре месяца держать в секрете что ты собираешься сделать предложение конечно речь невесты не оставила равнодушным вообще никого это настолько искренние слова что я могу на полном серьезе сказать что это единственная речь из всех что я видела наполненная такой искренностью наконец-то мы дождались этого момента боже как я рада но это того стоило стоило всех ожиданий ты пришел в жизнь как лучик света твоя любовь такая яркая и теплая и она зарядка все просто я все забыла как и я с тобой мне очень спокойно и легко и я очень рада что мы с тобой преодолели очень многое и благодаря этому я поняла что именно ты мне нужен правда я люблю тебя всем сердцем я благодарна тебе за все потому что ты луч света в моей жизни не зря ты такой беленький когда мы только познакомились я всегда поражалась как можно оставаться настолько позитивным любой ситуации я до сих пор не понимаю знаю точно что рядом с тобой просто невозможно быть несчастным рядом с тобой я понимаю что я дома ты мой дом а ты знаешь что дороже дома у меня ничего нет я люблю тебя сердцем и какое же счастье осознавать что спустя девять лет спустя кучу событий любовь на расстоянии армии переезды мы сменили семь квартир жили с друзьями и с родителями и сами неизменным основал оставалось только одно что при всех ситуациях мы всегда оставались вместе я люблю тебе мое солнце и я очень рада что я состарюсь с моим лучшим другом с моим мужем я люблю тебя всем сердцем когда выездная регистрация закончилась мы пошли зажигать бенгальские огни а место мы выбрали такое где видна перспектива из лампочек которые создавали особенную уютную атмосферу мне кажется сам бог велел сделать бенгальские огни здесь поэтому мы дошли до вот этой дорожки до до подъема практически на лесенке сделали здесь бенгальские огни знаете кто-то говорит что бенгальские огни тоже устарело это уже не модно это уже неинтересно но могу сказать что все зависит от того как ты это обыграешь вот сейчас после того как у нас вот такая очень трогательная церемония мне кажется что даже если мы сделали церемонию днем она была бы не настолько трогательная нежели сейчас и после этого мне кажется вот это вот так вот это вот завершение с бенгальскими огнями получилось здорово очень здорово настолько красиво я вроде бы видел бенгальские огни очень-очень много раз но сегодня они как-то особенно хороши то ли потому что меня переполняют эмоции после церемонии то ли потому что действительно это выглядит очень красиво напишите в комментариях вы видите то же самое что я вижу я своими глазами вам нравится такая интерпретация бенгальских огня так же я надеюсь мы встретили наших любимых организаторов потому что они были с нами два с половиной года они выдержали все переносы все срывы и прочее сделали для нас невероятными просто невероятными это свадьба была долгожданная и она прошла именно так как мы хотели собрались только самые родные и мы повеселились от души и я счастлива ну что ж мы с вами побывали на очень красивой тропической свадьбе Сергея и Жанна мы сделали очень много для того чтобы в принципе это все состоялось если вам понравилось это видео обязательно ставите пальчики вверх пишите комментарии идите ко мне сюда обязательно оставляйте реакции потому что это очень было непросто но я думаю что все получилось правда конечно все прекрасно обязательно лайк и подписка лайк и подписка друзья мои впервые у нас молодожен участвует в последнем ответном так сказать на моем слове на канале всего хорошего а корнева ирина корнева ирина она по любви банкетный зал побережье веранда рядом с Ириной крутая команда каждая девушка свадьбы достойна веселой и красивой Ирина спокойна она на вопросы знает ответы только для вас открывает секреты сказка становится с нею реальной ваша свадьба может стать уникальной вера вера к им он и Субтитры создавал DimaTorzok